Ребята, я хотела бы начать свое видео со слов «спасибо». Сказать вам огромное-огромное спасибо за то, что вы смотрите меня, за то, что вы находите время, минутки, секунды, может, даже часы для того, чтобы включить видео, посмотреть, может, что-то подчеркнуть для себя полезное, нужное, информативное, либо просто провести как-то свое время. Потому что, знаете, иногда хочется, чтобы видео совершенно не несли никакой смысловой нагрузки и просто где-то расслабиться или как-то скоротать свое время более приятно. На моем канале уже 50 тысяч человек, скоро уже будет 51. И я, если честно, даже не знаю, как выразить вам слова благодарности за то, что вы честно на меня подписываетесь. Я, когда создавала свой канал, я очень хотела, чтобы на моем канале было как можно больше обратной связи. И до этого, я честно могу сказать, я даже не знала, с чего начать. То есть у меня были какие-то свои представления, свои задумки. Например, поделиться вам своей той же самой проблемной кожей, рассказать что-то полезное, о голосах, то, с чем я сталкивалась, какими-то советами, да, поделиться. Но я также понимаю, что хотелось бы и просто с вами общаться, хотелось бы что-то узнавать новое, как это расти ментально. И для того, чтобы это было, безусловно, нужно, чтобы на канале была как раз обратная связь. И видео такого вот плана именно патологического. Знаете, я сейчас вспомнила Эдит Пиаф, ее песни. И в дальнейшем вы поймете, почему я стала о ней говорить. Я очень люблю интересоваться судьбами людей, которые чего-то добились. Мало того, не то, что даже чего-то добились, а которые смогли заставить будоражить многие-многие сердца. Потому что мне кажется, что в жизни это, пожалуй, самое главное то, что нам доставляют люди, те эмоции, которые мы испытываем. И когда я слушаю ее песни, я плачу, я смеюсь, я радуюсь. У меня много воспоминаний, и это невозможно передать. И я люблю этого человека просто за то, что он и есть. Просто за то, что она подарила миллионам людей свою любовь, свой голос, свои взгляды. В ее песнях именно ее жизни. И знаете, я совершенно не обращаю внимания на то, что она употребляла наркотики, на то, что она пила. Вообще это неважно, потому что это жизнь. И осуждать человека за то, что он живет, это как минимум, ну, наверное, неправильно. Потому что мы все люди, и у нас у всех есть своя жизнь. Правильная она, неправильная, это судить только нам. Никому не говорят, что у меня неправильная компания, что у меня друзья быдло. И что вы не ожидали, что я могу быть с такими людьми. Мне непонятно это. Я правда не понимаю, почему люди так говорят. Потому что вы осуждаете меня за мою жизнь, за мою. И просто задумайтесь, насколько... Я не хочу сказать, что это правильно или неправильно. Просто, ну, сами задумайте, зачем вам это надо. Я люблю человека не за то, с кем он общается, не за то, какой он красивый, за его какой-то статус в этой жизни, богатый он, бедный. Я люблю просто за то, что он человек. Если честно, непонятно, почему люди иногда порой становятся такими злыми и жестокими. И неужели вам правда это интересно? И неужели вы правда не понимаете, что, назвав человека быдлом, или тупым, или некрасивым, или безграмотным, вы сами не становитесь такими же? Я думаю, что это очевидно. Мне, например, всегда неважно было, насколько человек глупый, или как он формулирует свои мысли, если я просто видела в нем человека. Потому что я понимаю, что у нас у всех уровень сознания, он разный. У кого-то он выше, у кого-то он ниже. Ко мне сейчас бегут дети, такие миленькие. У нас у всех разное воспитание, разные родители, разное мышление, разное мировоззрение. И это тоже не нужно сбрасывать со счетов, потому что это все-таки формирует человека как личность. И наше близкое окружение, наши родители. Привет! Привет! Вы с родителями отдыхаете? Да! Многие также пишут, что я не уважаю своих подписчиков, потому что я смею показывать то, что вам не нравится, или то, что вы не приемлете для себя. Я скажу, что это не так. Я уважаю каждого человека, и не обязательно подписались, если вы на меня или нет. Если честно, я не обижаюсь ни на грамм на ваше мнение, и на то, что вы от меня отписываетесь, если вы что-то для себя не приемлете, или вы понимаете, что я не смогу вам ничего хорошего, нужного дать, показать, и вам просто не хочется больше на меня смотреть, и быть на меня подписанными. Поэтому я всегда желаю таким людям просто удачи в жизни, и реально я желаю это искренне. И когда пишут, что это не уважение, и что я очень легко могу распроститься с людьми, я скажу, что да, я считаю, что есть люди, мои люди, да, в кавычках, которые будут воспринимать меня такой, какая я есть, которые не будут меня осуждать за мое окружение, потому что я никого не осуждаю за это. Я поняла одно, что нужно воспринимать людей такими, какие они есть, и ни в коем разе не осуждать их за то, что они, может быть, не такие, как вы. Вы знаете, мне кажется, в этом и есть прелесть людей, в этом и есть вот эта вот какая-то неповторимость, то, что мы все разные, что мы все разные и по-своему прекрасные. И не знаю, я думаю, что это жизнь, и многие, я думаю, что меня поймут, о чем я говорю. Многие не поймут просто, потому что у нас, как я до этого говорила, у всех разные уровни восприятия. Нет ничего лучше именно понятия, да, и восприятия самого человека именно вот через такие вот видео, потому что вы сможете понять, о чем я думаю. Многие позволяют себе оценить человека, называть человека быдлом, который выругался матом, совершенно не зная, просто не зная ничего о его жизни и о том, что этот человек из себя представляет. Многие судят людей по их обложке. Вот всемирные примеры быдла, уродства, извращения, наркомания, алкоголизма, психологических расстройств. Джон Левен, солист группы Битлз, был наркоманом и употреблял ЛСД. Альберт Хоффман, создатель галлюциногенного вещества ЛСД, говорил, что его приятель Сид Барретт принимал просто ЛСД промышленными дозами. Сид Барретт был солистом группы Пинк Флойд. Брэдди Меркури был гомосексуалистом и умер от спида. Оззи Осборн и большая часть просто великих музыкантов, просто величайших, были наркоманами, алкоголиками и психически больными людьми. Большая часть русской эстрады курят, пьют, матерятся, дерутся. Владимир Вольфович Жириновский ругается матом порой, просто даже в прямом эфире дерется, но у него далеко не одно высшее образование и знает он пять языков. Большинство людей, которых вы считаете быдлом, могут оказаться умнее, талантливее, добрее, милосерднее, да и вообще они могут оказаться просто настоящими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова